всем привет дорогие друзья сегодня будет у меня украшение вот из таких бусин как вы видите у меня уже разложено все на рабочем столе и я пытаюсь подобрать проставочные бусины так как украшение будет необычное сейчас покажу почему у меня есть вот такая деталь помните я показывала такую деталь я покупала ее в одном экземпляре и хотела посмотреть что это такое как она выглядит и что можно с ней придумать покупала я ее в магазине жуков в черном цвете выбрала и когда я ее получила у меня уже пришли идеи интересные как можно ее использовать конечно эта деталь как мы можем предполагать что она создана для двухрядного украшения так как видите здесь вот два отверстия и в отверстии там есть перекладинка которую можно прикрепить тросик ювелирный и это будет окончание бус здесь можно прикрепить карабинчик и все можно карабинчик даже крепить вот на это колечко видите здесь отверстие крупное если два таких будет коннектора назовем коннектор и два таких коннектора на окончание крепим карабинчик можно удлиняющую цепочку подсоединить и очень хороший вариант для двухрядных бусин но здесь нужны бусинки маленькие так как здесь отверстие посмотрите какое маленькое вот я поставила на две бусинки это 6 миллиметров и они очень хорошо ложатся в эти отверстия и можно сделать двухрядное украшение и таких деталей не было долго в магазине потом они появились и только в двух цветах в черном и вот золотом я уже выписала так как мне понравился такой вариант крепления можно на окончание поставить ну а я сегодня покажу свой вариант который я придумала что я хочу сделать с одной стороны у меня будет два ряда как я вам показала здесь два ряда можно прикрепить вот маленьких бусин ну а с другого ряда у меня будет украшение вот из этих бусин в один ряд это 8 миллиметров и украшение будет у меня вот так располагаться с этой стороны двухрядная а с этой стороны будет один ряд бусины 8 миллиметров и 6 миллиметров и я хочу сделать бусинки так чтобы они располагались поближе друг другу не хочу их далеко расставлять друг от друга примерно вот я начала подбирать проставочные бусинки так как черная фурнитура здесь я поставила черные гематитовые бусины и как-то все очень темное получается украшение надо его как-то разбавить добавить какого-то цвета мне хочется вот видно я здесь поставила бусинки по моему 3 миллиметра вот такие вот серебряного цвета и мне кажется неплохо смотрится они сверкают и уже смотрятся немного поярче поставила вот такие проставочные бусинки этого плоские гематитовые но здесь несколько цветов таких бусинах как вы видите изи фиолетовый и зеленый мне нравится сочетание вот таких фиолетовых бусин с зеленым цветом я уже делала украшение не раз и очень красиво получается и вот теперь я думаю какой вариант мне оставить или вот я еще попробовала с биконусами вот такой цвет больше похож на аметистовый наверное но они как-то сливаются мне кажется и расстоянием больше бусины далеко друг от друга мне хочется бусины чтобы были максимально близко друг другу расположены так что биконусы у меня отпадают сразу и вот мне нравится и тот этот вариант и сейчас я наверное подумаю какой мне оставить вариант ну и показывать буду вам дальше ну и наверное я остановлюсь все-таки на вот этом варианте мне больше всего нравится вот этот серебряный цвет и я уже сделала кисточку так как у меня на окончании будет кисточка вот такая тоненькая кисточка у меня получилось я специально делаю потоньше так как украшение будет утонченная и кисточка будет такая длинная здесь я поставила бисер серебряного цвета и на окончании вот такие капельки подходящие под цвет бусин немного черных черного бисера и несколько черных бусин и вот так все смотрится такая кисточка получилось здесь вот такая журная шапочка черного цвета ну и хотелось вот мне серебра добавить я думаю неплохо будет смотреться в этом в целом украшение может быть даже между мелкими бусинками я не буду ничего проставлять так и карабинчик у меня будет тоже черного цвета вот такой вот сначала я думала поставить вот такую подвеску солнышко но потом я решила что-то перейти на кисточку мне кажется кисточка здесь больше будет смотреться но это на мой взгляд сейчас соберу украшение которое я себе придумала и посмотрим что у меня получится буду я собирать на ювелирном тросике и я буду вот видно вам как здесь крепить палочка проводим и обратно ювелирный тросик черного цвета здесь его и не видно так как черная фурнитура и вот так у меня получается я закрепила крим через две бусинки и у меня есть вот такие обжимные шапочки бусинки черного цвета они по моему 4 миллиметра я думаю если я их здесь поставлю и будет черный цвет здесь хорошо смотреться и сейчас я наберу два ряда и покажу дальше так как украшение будет у нас вот так полукругом поэтому я уже не первый раз вам говорила что вот нижний ряд он должен быть на одну две бусины больше если мы вот так выкладываем ровно посмотрите на одну бусинку вот видно больше ставим потому что вот так когда укладываем если мы хотим чтобы они вот так лежали ровненько не тянул никакой ряд поэтому на одну бусинку надеваем нижний ряд больше и теперь я бусинка как у меня здесь последние я после нее ставила кримп я решила так сделать ставлю кримп потом уже бусинку потом ставлю протектор проводим обратно протектор потом бусинку ну и конечно в кримп и две бусинки еще провела я теперь это надо все подтянуть здесь я всегда вот так поддерживаю кончиком шила конечно же чтобы не затянуть но и конечно же чтобы не было вот такого пространства между бусин подтягиваем прячем от кончик если он выглядывает я лучше его обрежу подтягиваем но здесь в конце оставляем вот такое место для обжимной бусинки расслабляем и оставляем примерно расстояние 050 6 миллиметров какая у вас величиной бусина и немножко пространство чтобы бусины колом не стояли это конечно для начинающих кто хочет научиться делать украшение раньше я это часто показывала почти в каждом украшении давно этого не показывала так как многие начали спрашивать а как закрепить украшение в конце и теперь я вот зажимаю вот эти трубочки в которой мы проводили тросик это тоже добавочное крепление позволяет закрепить украшение то есть тросик ювелирный все закрепила я теперь у меня здесь осталось вот такое пространство чтобы я где обжимная бусинка и вот так мы ставим беру я плоскогубцы без зубчиков и зажимаю формируя аккуратно чтобы получился хороший красивый шарик не надо сильно затягивать потихоньку вы потренируйтесь кто не умеет наш чем-нибудь другом и потом уже несколько раз вы сделаете и будет у вас все хорошо получаться вот такая бусинка у меня получилось и немножко есть пространство на тросики чтобы хорошо можно было вот так уложить полукругом бусинки и они очень мягко выкладываются здесь у меня будет колечко скорее всего я не знаю или двойное поставить или вот такое ажурное можно и такое поставить черного цвета есть у меня выбрать надо ровненькое вот такие колечки красиво смотрятся раскрываю плоскогубцами довольно таки плотные эти кольца хороший металл и вот так вот теперь можно поставить карабинчик и закрываю здесь надо хорошо это зажать чтобы не было пространство в колечке и одна сторона украшения у меня готова вот как видите здесь карабинчик и есть ответная такая часть и это колечко можно оставить и прикрепить вторую часть украшения но бывает такое что я и его не применяю она уже колечко с петелькой здесь можно сразу ювелирный тросик прикрепить и как вы видите и уже наверное поняли украшение будет вот так выглядеть вторая сторона у меня будет из других бусин и в один ряд сейчас я тоже буду собирать но ювелирный тросик и покажу как дальше и вот так у меня получается вторая сторона украшения набираю я через бусинки серебряные здесь у меня две бусинки пока интрига расскажу немного позже для чего это сделано на окончании я уже поставила вот такие колечки несколько штук и служит как удлиняющая цепочка одна бусинка у меня осталось 6 миллиметров и я ее поставила на окончание красиво смотрится мне очень нравится когда есть бусинки и теперь у меня вот такой хвостик получается длинный здесь я хочу подвесить кисточку я уже показывала вот такая будет утонченная кисть и я хочу ее сделать съемной для этого мне понадобится вот такой коннектор застежка вот такая с петелькой мы знаем такие уже застежки популярные очень они мне нравятся многофункциональные и специально сделаны вот так чтобы можно было снимать и надевать на украшение крепить я буду вот к этому колечку сейчас я посмотрю пройдет ли протектор в это кольцо надену кримп и бусинку и покажу хорошо прошел протектор в колечко я закрепила кримп как вы видите после бусинки хорошо хорошо зажимаем и теперь я ставлю обжимную бусинку и закрываю аккуратно аккуратно надо зажать формируем аккуратно формируем чтобы получился шарик ровненький аккуратненький шарик и не было видно трещинки теперь трусик я обрезаю максимально близко вот так получилось у меня как вы видите здесь я специально сделала вот такое крупное кольцо чтобы можно было продеть через вот эту деталь и закрываем и у меня вот такая получается подвеска и украшение у меня не помещается показать вам на экране ну конечно вы посмотрите фотографии что у меня получилось и как она выглядеть будет на мне здесь можно снимать кисточку можно заменить кисточку на любой кулон и почему я здесь сделала две бусинки чтобы не висела вот эта длинная деталь впереди можно подсоединить вот здесь так как если одна была бусинка серебряная у меня не закрывался замочек ну а можно вот так сделать и будет сбоку листик и вот так вот будет выглядеть украшение совсем по-другому если мы хотим подвесить кисточку или любой кулон это вы можете сделать на свое усмотрение вот такая интересная идея у меня получилось вот с такой деталькой я креплю кисточку закрываю и у меня получается вот такая подвеска будет впереди она не длинная получилось комфортная длина кисточка мне нравится она тоненькая получилось так как украшение сделано из бусин 6 и 8 миллиметров это в самый раз вот посмотрите как это будет все выглядеть на мне фотографии вот такая интересная идея так что мне очень понравились вот эти коннекторы можно еще что-то придумать с таких деталек но это уже как заиграет ваша фантазия ну а если вам понравилась такая идея и мое украшение поставьте пальчики пишите комментарии мне очень интересно ваше мнение всегда будем общаться ну и не забывайте подписываться на яндекс дзен для меня это тоже важно я с вами не прощаюсь до скорых встреч всем пока украшения а и 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok